Друзья, всем привет! Это видео снова хочу начать с такого небольшого нашего с вами диалога. Мне вообще очень понравилось начинать эти видео как-то по-другому. Я давно хотела как-то, не знаю, стать ближе к своей аудитории. И мне кажется, вот через эти видео у нас с вами это получается. Я еще раз хочу вас благодарить всех за поддержку. Сейчас это вообще для всех очень-очень важно. И я вижу по комментариям, что вам важно то, что я делаю. Мне важен ваш отклик. Если вы захотите, например, поделиться этим видео со своей подругой, вы тоже смело можете это сделать. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете. А я в свою очередь сейчас большим энтузиазмом буду делиться с вами теми находками и решениями, над которыми я сейчас работаю и работает вся моя команда. На самом деле, знаете, мы сейчас, наверное, работаем так много, как они работали лет 5 точно, потому что очень много сейчас меняется. Каждый день какие-то новые информации, и мы перестраиваем свою школу, перестраиваем свой бизнес. И в том числе расширяемся в другие соцсети. И если вы пропустили в предыдущем видео, я рассказывала, что мы сделали с командой очень классную бесплатную гардеробную игру. Она называется «Фитнес для гардероба» как одноименный наш курс. Это курс по разбору гардероба. Но мы решили, что сейчас самое время разобрать свои гардеробы самостоятельно. И вот на основе этого курса сделали такую бесплатную гардеробную игру. Это пошаговая инструкция, как можно разобрать свой гардероб, где очень-очень подробно описано про каждый вообще элемент гардероба, как он должен выглядеть, какие лучше уже убрать. Несмотря на то, что я знаю, что многие из вас перестали убирать вещи из гардеробов, боясь, что ничего другого не будет. На самом деле это совершенно не так. И если вещь уже, к сожалению, не актуальная, то я бы советовала ее убрать. Хотя я, конечно, сейчас продумываю еще видео на будущее для нас с вами. Я вижу ваши запросы на то, как актуализировать, возможно, не совсем актуальные вещи. В общем, я об этом сейчас думаю. Я что-то думаю на эту тему сделаю. Но я все равно вам рекомендую гардероб свой пересмотреть. Тем более, что игра абсолютно бесплатная. Мы дарим ее за подписку на нас в других соцсетях. Поэтому, если вы пропустили, обязательно перейдите внизу в описании под этим видео. Там нажмете на ссылку, перейдете в специальный телеграм-бот, и сможете получить эту гардеробную игру. Так что обязательно это сделайте. Штука получилась очень классная. Ну что, переходим к видео. Друзья, привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас с вами распаковка. Я, когда готовилась к этому видео, вспомнила, как ко мне в гости в детстве приходили подружки. И мы обменивались впечатлениями о каких-то своих новых покупках, о каких-то новых своих приобретениях. В общем, у нас сейчас с вами будет что-то подобное. Покажу, что я купила. У меня тут, видите, много-много вот таких вот разных посылок. Я уже сгораю от нетерпения посмотреть, что там. То есть, я знаю, что там. Я помню, что я заказывала. Но я хочу посмотреть, как это вообще вживую. Сегодня у меня распаковка. Это питерский бренд AIM. Я очень хорошо его знаю. С удовольствием ношу их вещи. У меня есть их джемперы, есть их пальто. И вообще бренд специализируется именно на трикотаже. И я вам сейчас покажу, какие вещи, какие позиции вообще я заказала на весну из трикотажа. И с чем я их буду комбинировать. В общем, такая у нас будет небольшая и распаковка, и весенние какие-то идеи для гардероба. Если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной. Так, поехали. Начнем с первого мешочка. Во-первых, смотрите, как упаковано, друзья. Обожаю вообще такой подход к делу. Каждая вещь в отдельном мешочке. Потом эти мешочки и завязочки такие красивые. Можно использовать, например, как мешки под белье или под обувь. В общем, вариантов много. Так, первая вещь. Абсолютно, кстати, случайно. Но очень верно мне попалась из моего заказа. Это вот эти вот брюки песочного такого цвета. Они достаточно широкие, брюки в пол. Вот здесь у них защипы. Такая классическая модель брюки бойфренда. Можно, наверное, их так назвать. То есть они достаточно свободные. На защипах такие полуструящиеся брюки. Вообще, я считаю, что песочные брюки в весеннем гардеробе, наверное, одна из самых лучших покупок. Потому что с такими песочными брюками можно делать очень много разных комбинаций. И весной, и летом, на самом деле, можно носить, если это не слишком жарко. Я очень люблю, как песочные брюки смотрятся с белыми кедами. Как они классно работают. С сандалиями такими массивными. То есть вот такие вот широкие песочные брюки. Можно смело комплектовать в такие образы. И когда мы с вами весной, летом начинаем очень много носить спортивные обуви. А так обычно бывает. Я даже, знаете, недавно была в салоне красоты. И наблюдала вообще, какую обувь носят люди. И 90% посетительниц были в кроссовках. Кроссовки были модные, классные. Но все-таки это были кроссовки. Так вот, для того, чтобы образы с кроссовками не выглядели как-то слишком тривиально. Ну, потому что футболка, джинсы, кроссовки всегда будет смотреться очень просто. Никакой стильной идеи у этого не будет. И я вам даже больше скажу, если сходить уже так профессионально, то у этого стиля, по сути, нет никакого названия. То есть такой чистый спорт, но чистый спорт это не очень модно. Вот, поэтому в стилях всегда очень классно работает смешение. Когда такие казуальные брюки мы совмещаем с кроссовками, у нас получается стиль casual спорт. Это всегда выглядит очень стильно. Сейчас я вам открою следующие посылки и покажу, как я буду эти брюки носить. Но даже вот так, смотрите, если я к тому образом, как я сейчас надену, так вот будет очень-очень даже здорово. Классные брюки. Кстати, очень такая приятная мягкая ткань, достаточно плотная. Так, идем дальше. Следующая вещь. Я как этот, как Дед Мороз. Что здесь? Знаете, дети, когда в мешок Деда Мороза руку так засовывают, они пытаются на самом деле на ощупь все время предугадать, что там, чтобы вытащить нужный подарок. Так, что здесь у меня? О, это жилет. Вот такой вот. Достаточно объемный, но при этом тонкий. Смотрите, почему я его выбрала. Во-первых, это хлопок. Весной хлопок это вообще, наверное, самый лучший вариант трикотажа, потому что в нем не жарко. С ним можно составлять многослойные образы. То есть вот такой жилет, например, можно надеть сверху, как верхний слой, например, на рубашку или на футболку. Или же этот жилет может стать внутренним слоем, к примеру, под пиджак в качестве топа. Его можно заправить в те же самые брюки и получит тоже очень красивые комбинации. То есть когда у вас такой средней плотности хлопок, получается, что вы можете носить его как внутренний слой и как второй слой. За это я эти вещи такие очень сильно люблю. Плюс при помощи жилета можно создавать многослойность и получать такие необычные образы. Потому что когда теплеет, мы с вами всегда переходим на один слой одежды. А одним слоем одежды, на самом деле, составить стильный образ достаточно сложно. Нужно, чтобы вещь была супер самодостаточная, чтобы она в одном слое смотрелась уже закончена. Поэтому чаще всего именно многослойные образы выглядят стильно. Жилет в этом смысле просто спасение. Сейчас покажу, как буду носить его вот с этими брюками. Хочу обратить ваше внимание, что вот в этом образе я сделала такое сочетание трикотаж плюс трикотаж. То есть я под этот жилет надела трикотажное поло. Не бойся таких сочетаний. Сейчас мода нам позволяет это делать. То есть мы можем, с одной стороны, сочетать трикотаж с кем-то гладкими фактурами, например, с шелком или с хлопком. И надеть туда, например, хлопковую блузу или шелковую рубашку. Наоборот, шелковую блузу или хлопковую рубашку. Или же можно, на самом деле, просто сочетать трикотаж плюс трикотаж. Но важный момент, они должны быть немножко разные по фактуре, то есть жилет у меня в данном случае это мелкая вязка, а поло, которое было под этим жилетом, она была в такой рубчик, поэтому это хорошо вместе смотрелось. Так, поехали дальше, дальше берем следующую посылочку, следующую покупочку, это у меня, о, это мой фаворит на самом деле, я его очень ждала, смотрите, вот такое вот красивенное поло, у меня уже есть такое в синем цвете, в одном из предыдущих роликов я в нем записывала вступительное слово, и как только я в этом поло вот в синем появляюсь где-то там в инстаграм, на улице или на видео, мне все спрашивают, откуда оно. Эта вещь на самом деле супер классная, поэтому я заказала вторую в зеленом цвете, и мне очень нравится, как это выглядит, смотрите, зеленый цвет наверняка вам уже известен, как один из модных цветов предыдущего сезона и текущего тоже, очень классно смотрится с белым бортничком, да, такой еще более спортивный смотрится стиль. И вот такая вещь, смотрите, она выглядит достаточно свободостаточно, потому что есть комбинация цветов, да, есть детали, когда мы берем с вами вещи типа поло, это может быть джемпер поло или футболка поло, рубашка поло, всегда такие вещи смотрятся более законченной, чем вещи без воротника, имейте в виду. Но когда воротник контрастный, смотрится вообще очень здорово. Опять же, белый контрастный воротник будет классно работать с белыми кедами, будет такой мэч вверх и низ, поэтому обратите на это внимание. Это тоже хлопок, соответственно, мы можем носить его выправленным, можно заправить брюки, будет классно выглядеть, можно здесь как внутренний слой, например, там под тренч, тоже будет смотреться здорово. Кстати, мне очень нравится еще, что у этого бренда, я тоже уже не первый раз на это обращаю внимание, хлопок не стопроцентный, а он смесовый. И это очень хорошо на самом деле, потому что стопроцентный хлопок, он очень жесткий и часто уже после первой стирки выглядит не очень. А вот когда он смесовый, когда в составе есть немного синтетики, такая вещь сюда будет служить вам гораздо дольше, потому что она уже такая мягкая, она уже не так подвержена каким-то воздействиям. Вообще все ткани 100% натуральные, они всегда очень сложны в носке и в уходе, а вот такие смесовые всегда классные решения. Тоже буду носить с этими брюками, и очень важный момент, смотрите, если такой поло, опять же, надеться с джинсами, получится очень спортивный стиль. Можно с джинсами, но мне больше нравится вариант с брюками, смотрится, на мой взгляд, стильнее, потому что такой есть микс, опять же, стиль и спорт, плюс кэжуал, и получается всегда очень классно. Так, вот этот большой мешок, там очень классная вещь, но я оставлю на закуску. Ну, а потому что это на самом деле аксессуар, я уже знаю, что там. А сейчас покажу вам сначала вот этот вот последний небольшой мешочек, и здесь я тоже догадываюсь, что это. Это платье. Платье на весну, на лето просто обожаю, и для моего типа фигуры, к слову сказать, платье одно из, одна из видов униформ, поэтому платье это наше все. В данном случае это платье и рубашка, тоже с таким красивым воротником, и у него очень красивый рукав, вот такой, видите, такой объемный. Есть пояс, можно носить, соответственно, просто как платье и мешок, такое я тоже люблю, у меня бывает такое настроение, когда не хочется вообще никак подчеркивать фигуру, хочется наоборот, как надеться супер расслабленно, и такие вещи классно работают. На самом деле платье по стилю, ну так вот, когда я его держу, не очень понятно, но когда я примерю, вы увидите, чем-то напоминает образы от известных домов моды в стиле минимализм, не буду сейчас называть бренды, чтобы вас не дезориентировать. Но такая минималистичная вещь, это очень классная вещь, вообще пролонгированная с точки зрения моды, то есть это не на один сезон. Если вот этот зеленый, он, допустим, сейчас актуален, а через год, ну, возможно, я уже не захочу его носить в силу как раз такого яркого цвета и в целом модных тенденций, да, то вот это платье абсолютно базовая история. Кстати, гавилетом тоже будет отлично, потому что оно очень тонкое и очень приятный, тоже такой хлопок материал. Смотрим. 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 Наша финальная вещь, сюрприз. Я не знаю, как вы отнесетесь к таким идеям стилизации, мне это очень нравится. Сейчас я вам покажу. Это вот такой вот гигантский шарф-плед. Я сейчас сижу, даже думаю, что на самом деле его можно использовать действительно как плед, ну, например, вот так вот набросить на диван, посмотрите, почему нет. Но на самом деле это действительно шарф, и этот шарф можно носить, ну, непосредственно как шарф, да, заматываясь. Здесь заматываясь, сейчас, я надеюсь, у меня нет один микрофон, ну, заматываясь просто для утепления. Я тоже такое очень люблю, когда шарф просто гигантский. А еще вот такой гигантский шарф можно использовать как пончо. Пончо на самом деле одна из классных таких современных идей стилизации. Но если вы будете покупать просто пончо, во-первых, очень сложно найти, во-вторых, все пончо очень дорогие, они должны быть действительно очень хорошего качества, поэтому хороший пончо найти реально сложно. А вот такой вот трикотажный гигантский шарф-плед запросто может сыграть роль пончо. Я вам сейчас на видео покажу, как это выглядит. Носим с кожаными куртками, с тренчами, с пальто, все, что угодно. Вы можете просто вот так обмотаться этим шарфом, и будет выглядеть очень классно. Посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я открыла для вас еще один классный российский бренд. Ссылки на все вещи, которые я заказывала для себя, я оставлю, естественно, внизу под описанием этого видео. Там же вас ждет ссылка на игру, я напоминаю, а также ссылки на все соцсетии нашей школы и моей личной. Присоединяйтесь везде, чтобы не потеряться. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.